На Кубани устраняют последствия сильнейшего циклона. Ветер и ливни обрушились сразу на несколько районов края. Досталось Краснодару, Славянску на Кубани, Туапсе, Новороссийску. Но сильнее всего пострадал Сочи. Там ураган, который бушует уже вторые сутки, разрушил прибрежную инфраструктуру, а дороги превратил в бурные реки. Анастасия Маркова продолжит. Ушел под воду. Так очевидцы описывают события, которые сегодня происходили в Сочи. Не успел город оправиться от непогоды, которая царила на курорте накануне, как стихия нанесла новый сокрушительный удар. Ветер был настолько сильный, что срывал крыши зданий, повалил более 30 деревьев. Под одним из них погиб молодой мужчина. Прибрежная инфраструктура оказалась разрушена. Ветка упала. Мы стояли буквально здесь. Девочка прям стояла на этих стюмитках, на нее почти чуть не упало дерево. Уровень воды в реках достиг критических отметок. Сильный ливень, который шел на курорте всю ночь, превратил городские улицы в бурлящий поток. Он уносил припаркованный автотранспорт, словно бумажные кораблики. В прямом смысле по горло в воде пробирались местные жители к укрытиям. Первые этажи некоторых зданий оказались затоплены. По поручению главы города разведана работа оперативного штаба для устранения последствий неприятных погодных условий. По домам сейчас вода уже спадает. Пошли бригады по обходам домов, по выявлению повреждений, других каких-то случаев. И работаем над устранением последствий. 11 человек из подтопленных зданий были эвакуированы. Спасать пришлось и подвал третьей городской больницы. Оттуда уже откачали воду. Угрозы жизни, здоровья пациентов и персонала нет. В местах возможных подтоплений дежурят экипажи. Привлечены расчеты с мотопомпами. В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба. Все подразделения на территории города Сочи приведены в режим чуечальной ситуации. Работают оперативные мониторинговые группы. В боевые расчеты введена резервная техника. Приведена в готовность вся водооткачивающая техника. Из-за непогоды отменены авиарейсы. Четыре летевших в Сочи самолета отправили на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу. В последнем сейчас ищут пропавших в море людей. В селе Витязево течение унесло купающегося в море ребенка 2008 года рождения. Увидел, что 5 человек там в море. Спросил, что случилось. Ворот собрался. Газали ребенок. Ребенка послала туда. То есть все ринулись за ребенка. Помочь ему пытались отец и его друг. Но справиться с течением никто не смог. Люди погибли. Еще одного очевидца, который пытался помочь утопающим, сейчас ищут спасатели. Около 11 часов подросток зашел по колено в воду. Был сбит волной и так называемым тягуном. Его потащило в центр моря. Увидел это отец и еще один гражданин, уроженец Донецкой области. Сразу кинулись его спасать. По факту гибели людей начата проверка. А вот контроль по ликвидации последствий циклона в край взяла на себя Генеральная прокуратура Российской Федерации. Убытки жителям и гостям курорта еще предстоит посчитать. Не только после того, как стихия полностью отступит. Анастасия Маркова, Кубань, 24. А в Туапсинском районе несколько рек вышли из берегов. Фиксируются сильные ливни. Сейчас в зону возможных ЧП выдвинулась аэромобильная группировка спасателей. В составе колонны 63 человека и 12 единиц техники. В том числе плавсредства и оборудование для откачки воды. На борту работает специалист по применению беспилотных авиационных систем. Местный спасательный отряд переведен в режим ЧАЭС.